Всем привет, друзья! Мы наконец-то дожили до того дня, когда мы можем поговорить с игроками. Это медиа-день и рядом со мной на УПИР из команды Винстрайк. Привет, как ты себя сегодня чувствуешь? Привет, отлично. Давай начнем издалека. Не проиграли. Не проиграли, это уже замечательные новости. Начнем издалека. Я хотела поговорить об Эпицентре и чтобы ты немножко вспомнил тот матч против Виртус ПРО. И вот уже прошло время, как ты можешь описать те ощущения и можно ли назвать это переломным моментом в карьере или в становлении Винстрайка? Да нет. Если мы проиграли, было бы то же самое. Ну, мы так далеко дошли в тот момент. То есть не дало ли вам какой-то новой уверенности, все-таки топ-1 команда СНГ? Ну, ты вроде выигрываешь, потом меняется патч, и через неделю ты уже проигрываешь, потому что ты менялся патч. И как бы, ну, это вообще не взаимосвязано. То есть выходит патч, и ты уже не так хорош, как был в том патче. От определенного момента. Ну, вот опять же, прошло время. Чем был секрет успеха вашего на Эпицентре? Как ты думаешь? Все команды были не в лучшей форме, потому что они ездили по всем турнирам. А мы тогда, ну, мы тоже были не в лучшей до турнира, буквально за пару дней. Мы проигрывали, по-моему, вообще все. Просто ни одной игры не выиграли, даже против каких-то людей, которых мы даже не знали. И вот приехали на турнир, патчи-чуть поняли. И там Ньюби выиграли пару раз. Ликвид, по-моему, выиграли на скримах. Чет-то почувствую уверенность и начали выиграть. Вот как-то так. И скопировали... Ну, когда мы проигрывали, мы просто скопировали Нави, по-моему, и секретов. То есть нам пикали Лишака Братрума, секреты. А Нави постоянно с Лишаком играли, мы тоже начали вот так играть. И, в принципе, все пошло нормально. Ну, банов не хватало у людей. Там надо было и Чена забанить, Лишака. И там еще какие-то герои были. И Думы, и Квакверки. И банов не хватило, в общем, и все хорошо было. Ну, полгеров был большой в тот момент. Играли хорошо. Ну, ваш Чен был легендой на том эпицентре, собственно говоря. Да, в принципе, забудьте о нем, больше он не легенда. Хорошо. И что, теперь он пятерка. Каждый год на TI у нас есть команды-андердоги. Вот я, в принципе, задавала уже этот вопрос вашему тренеру, Шедо Вехе. Как ты считаешь, Винстрайк-андердоги? Мы полные доги. Полные доги? В каком смысле? Ну, я результат группы имею, да. Но все равно очень тяжело вам далась группа. Но в конце вы расцвели, так сказать. Что помогло? Ну, на самом деле, не право, наверное, что он в конце расцвели. Ну, мы чуть-чуть поняли патч. Начали хоть какую-то идею в патч у нас. Начала выявляться. То есть, там появились какие-то сигнатурки. До этого мы пикали Ченов-Орионы. И, например, догадывался, что они не сильные герои. Но так как с Кремом какие-то выигрывали, какие-то проигрывали, с Фурионом, по-моему, все-все выиграли. И, ну, я чувствовал, что герой плохой. Я даже верил, что он плохой. Но мы выигрывали. Потом начался турнир. И, как оказалось, герой был супер ужасным. Там пикали какую-то Виверну. Ну, против нас не раз так на Скримах не делали. И в итоге одного нашего героя законтрели, двух наших героев законтрели одним. И, типа, мы такие сидим. Потом начинается еще один пик. А у нас уже кончились стратегии. Такие-то. И потом вспомнили, что Fly играет на зомби. Ну, Fly, 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 Fly. Секрет успеха был на зомби. Тащил. Что-то такое. У вас был буткемп в Ванкувере перед TI, правильно? Да. И у нас было два буткемпа. Был в Москве, в Минстрайке, арене, дней 15, а в том числе в Ванкувере. И, как оказалось, что это было слишком много. Достаточно было одного буткемпа. Почему? Ну, игроки начали чуть-чуть друг друга ненавидеть. Все ненавидят меня больше всего. Почему? Ну, просто ты каждый день просыпаешься, что-то кому-то говоришь. И это накапливается, накапливается. Уж петром живешь. В принципе, все. Все говорят, что ты, ну, если не зожник, то любитель здорового образа жизни, хотя бы в питании. Ну, я просто в зал хожу. И, ну, чуть-чуть там слежу за питанием. Я не знаю, почему они так говорят. Я их лично водил в Макдональдс и говорил, ешьте или мы проиграем. Да, я слышала, это правда, что у вас есть такая традиция? Это коуч придумал. Ритуал, что вот ребята перед играми идут в Макдональдс. Куча нам говорит, если хотите выиграть, делайте как в GD. Они едят только в Макдональдс. Мы такие, ну, пошли, пошли. На эпицентре хорошее место заняли. И все. Теперь перед каждой игрой вы едите в Макдональдс. Да, кич нас заставляет. Тренер слишком жесткий у нас. Ты знаешь, вот все сейчас помешаны на здоровом образе жизни. Все там, нанимают даже каких-то коучей для того, чтобы они следили за питанием игроков. Они занимаются в зале. Все такие спортивные ребята. А у вас Макдональдс. Я такого не знаю. Я такого не знаю. Ну, наверное. Есть, есть такие традиции у некоторых. Но, если помогает, значит, хорошо. Если говорить о тренировках перед TI, расскажи, с кем вы конкретно тренировались, кого вы носили без шансов, а кому проигрывали чаще всего? Вот в Ванкувере уже. Много выигрывали, но много проигрывали. В принципе... Да со всеми играли. Ну, лучше так не говорить. Ну, вот в ЛГД проиграли 20 игр, могу сказать. А с другими полегче было. Так вот. В одном из интервью Iceberg и Fly говорили о том, что ваша команда не нуждается в одном каком-то ярком лидере. Но, тем не менее, если я не ошибаюсь, ты числишься капитаном, например, Виндстрайк. В чем заключаются твои обязанности? Ты колешь внутри игры или все заканчивается на стадии драфтов? Или как это выглядит у вас? Вообще, раньше драфтил я. Потом, когда перестал драфтить, наверное, в каком-то плане перестал быть капитаном просто одним из пяти. И там все что-то говорят. Кто-то больше, кто-то меньше. Но я стараюсь побольше говорить. Не всегда получается. Так и все. Не знаю. Сейчас я не капитан. Сейчас. То есть у вас вообще нет капитана? Да у них мало. Мало у кого он есть, на самом деле. То есть те же ВП, они играют. Ну, да, там Соло что-то говорит. Там Крам Зес много говорит. Там другие. Прям вот нет такой команды, у которых один капитан, я не знаю, как у Ликвидов. Возможно, у них что-то по-другому. Куроки, купеи. Возможно, но в Сигретах не такие хорошие сожжутаты. И давно уже. Ну, возможно, знаешь, там капитанство заключается больше не в каких-то колах и драфте, а в каком-то менторстве. Возможно. Вот ты чувствуешь, что вам нужен такой человек, который будет вас поддерживать, может, какую-то трудную минуту или давать немножко больше опыта какого-то своего? Ну, у нас есть трейлер, он дает нам опыт. Все-таки 10 ПДК-пов дают о себе знать. Расскажи давай о Шидалвехе. Я очень много хорошего слышала о нем как игроке и о тренере. Расскажи о ваших отношениях, вот, игрок-тренер, как они строятся и насколько эффективны. Ну, обычно, вот игра завтра какая-то. То есть, там сидим, распикиваем, каких-то героев там подбираем. Ну, он, допустим, он пикает за IG, как они будут пикать. И, кстати, когда он пикает, как другая команда, у него лучше пикать получается. И мы просто подбираем, то есть, героев там, стратегии. В целом, он там подходит, смотрится на наши игры, КВ, подходит после игры кому-то и говорит, ты сделал, тут можно было лучше сделать, тут можно было лучше сделать. Ну, он не всегда говорит все правильно, но чаще правильно говорит. И, в принципе, он просто помогает всем. То есть, не знаю, что-то случилось, он подойдет там, скажет, да не кричить, еще что-то. Ну, если чувствуете авторитет в его лице? Ну, скажем так, с каждым днем все его больше и больше. Давай немножко коснемся и твоего прошлого в том числе. У тебя был такой достаточно длительный перерыв в игровой карьере. Что ты чем-то в этом время занимался? Ну, полгода только не играл, все. Ну, в зал ходил, книжки читал. Кто к тебе обратился по поводу Flight of Moon? Flight of Moon? Нет, я до этого... А, ну, она хроник написал, пойдем играть в М19, попробуем. Я поиграл, мне не сильно понравилось. И мы что-то начали менять. Вот взяли айсберга вначале, Лунград, там еще двое было. И потом, что-то мы вообще всем проигрывали, там 2000 был, и Мриэль. И потом М19 скажет, что они состав закрывают. Ну, они уже закрыли до того, как вообще меня позвали, но просто официально закрыли его. И мы вот, то есть я, Леха и айсберг, добрали Fly'а, и... и Silent вот написали, он отказывался, а потом согласился. То есть, ну, то есть за день собрали, грубо говоря, команду. Ну, так чуть-чуть поиграли втроем, а потом двоих забрали, и уже на следующий день играли какую-то квалификацию. Ну, так и создали. То есть там не было такого, что кто-то создавал, кто-то что-то сделал. Просто был решаффл, пять игроков совпало, что вместе оказались, и все. Ну, вот мы сейчас на TI, это первый The International для тебя, насколько я понимаю. Расскажи об ощущениях, или в принципе, все воспринимается, как и на любом другом лане. То есть сейчас мы в кабинках просто играли все игры с practice room, где играли, то есть там вообще никаких ощущений не было. Ну, просто играешь, играешь, то есть как пап. Вышел, поиграл, ну, выиграл, окей, проиграл, надо что-то менять. В принципе, мы еще на сцене не играли. В организации, в атмосфере, чувствуется вот какая-то такая, не знаю, общаетесь ли вы с другими игроками, возможно, вечером, где-то на курилке. Все то же самое, что и на эпицентре, один в один. То есть на эпицентре, наверное, даже получше было в том плане, что там, ну, как бы Москва, свой город почти. Ну, вот в атмосферу такая же, как на эпицентре, то есть считай, это второй турнир. Ничего такого, но пока мы на сцене не были, непонятно. Ну, да. Как тебе Ванкувер? Как тебе вообще Канада? Был ли ты раньше? Нравится ли здесь? Такой, знаешь, спокойный город, в котором интернациональный, там. Вот океан есть из плюсов, главный плюс. Такое чувство, что он какой-то искусственный, я не знаю. Он такой суперчистый, стерильный. Ну, город такой, хороший, наверное, для жизни. То есть тебе лет 40, ты можешь ехать в Канаду и жить здесь. Стареть успешно. Спасибо тебе большое за интервью. Возможно, ты бы хотел что-то сказать фанатам и всем тем, кто поддерживает Twin Strike, а их много, ты можешь это сделать прямо сейчас. Спасибо фанатам за поддержку. Помогает. Особенно спасибо тем, кто, когда мы проигрываем много игр, они не пишут плохие слова и перестают быть фанатами. Привет спонсорам. LG, Sennheiser. То есть, все. Спасибо большое за это интервью. Удачи в стадии плей-оффа. Спасибо всем за просмотр и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok